Доброе утро, уважаемые трейдеры! В месяц нас ждут данные по американскому рынку труда Non-Parm Perils. Те, кто следит за фундаментальными событиями, прекрасно знают, что нужно еще умудриться найти, скажем, отчет, который по значимости и по катализирующим, разгоняющим свойствам может посоперничать с Non-Parm Perils и привести к таким движениям такой же мощной волатильности. Сейчас эта статистика интересует нас, может быть, даже больше, чем всегда, поскольку мы продолжаем спекулировать на темпах повышения процентных ставок в США. Эта идея еще актуальна в контексте и в контрасте с рисковыми инструментами и теми политиками, которые проводятся, ну, например, Европейским Центральным Банком, то, что делается в рамках Банка Англии, Резервного Банка Австралии, Резервного Банка Новой Зеландии и так далее. По евро, доллару и, соответственно, оценивая действия ФРС и Европейского Центрального Банка, здесь у нас контраст и вовсе, если это очевидный. И ЕЦБ и ФРС уже давно, скажем, разошлись, у них совершенно разные дороги, которые в одном случае предполагают политику более высоких процентных ставок, в другом случае мы говорим о важности сохранения ставок низких. И сегодня мы как раз поговорим о евро, а в свете вчерашних данных по индексу потребительских цен. Я думаю, что вчерашняя статистика, пожалуй, даже самых рьяных скептиков, а может быть, лучше сказать, даже оптимистов в том, что у евро все будет хорошо, заставила пересмотреть свое позиционирование, создав и дав еще один намек на то, что худшие времена для европейской валюты только впереди. В 15.30, друзья, мы ждем данные по рынку труда США, это сразу целый блок статистики, это уровень безработицы, это количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, это динамика роста заработных плат. Традиционно больше внимания мы уделим темпам прироста заработных плат, поскольку этот показатель влияет на инфляцию, а зная и имея достаточные основания говорить о сохранении растущего тренда в рамках показателей CPI, мы сможем спекулировать на более агрессивных темпах повышения ставок, ну, под более агрессивными темпами повышения ставок я имею в виду три подобных действия до конца 2018 года. Напоминаю, что самые вероятные периоды и, скажем, месяцы заседаний это июнь, сентябрь, ну и, разумеется, конец года, декабрь 2018 года. Я абсолютно уверен в том, что в ходе этих заседаний ФРС, Федеральная изъявная система будет повышать все процентные ставки. Доллар, судя по всему, тоже готовится к этому, поскольку американская валюта, отделавшись от геополитических рисков, сейчас очень неплохо отыгрывает эту статистику. Мы видим, как доллар прессингует против защитных инструментов, против рисковых активов. Я думаю, что долгосрочную тенденцию, направленную на еще большее укрепление курса американской валюты, уже ничто не изменит. Нам остается лишь констатировать тот факт, что мы работаем с крепким долларом, который будет остановиться все более, скажем, ведущим игроком на рынке Форекс. И будет продолжать оказывать давление на всех конкурентов, против которых мы его и рассматриваем. О долларе тоже поговорим. Но давайте сначала несколько слов про нефтянку. Тем более, что в целом за минувшую торговую сессию ничего существенного в плане изменений корректив не случилось. 73.70 закрытие торгового дня, 73.50, может быть, чуть повыше. Это те котировки, которые мы видим на текущий момент. Я думаю, что уже лишнее говорить о том, что у этого актива есть уже накопленный колоссальный потенциал для, возможно, отката, может быть, даже и возвращения к прежней исходящей тенденции. Я вчера говорил вам о том, что рост нефтедобычи в США, в Канаде и Бразилии полностью перекрывает те усилия и те объемы снижения, которые приходятся на представителей и участников энергетического пакта. Но пока что рынок довольно вял реагирует на статистику, на факты и цифры. Я думаю, что можно понять трейдеров, которые спекулируют на геополитических событийных рисках. И для рынка черного золота этим риском по-прежнему остается возможность выхода США из ядерной сделки с Ираном. Времени остается все меньше. До 12 мая, фактически еще одна неделя, мы будем говорить об этом событии. Может быть, появятся дополнительные комментарии, которые будут приурочены к данной тематике. Но забегая вперед, все-таки хочу сказать, что до последнего момента, когда, собственно, Трамп не озвучит свое решение, мы не сможем определиться и не сможем четко понять, как нам действовать и работать с нефтянкой дальше. Я хочу лишь повторить, друзья, то, что решение может быть либо продление соглашения по Атому с Атигераном, либо все-таки выход из этого соглашения. И совершенно противоположная реакция для нефтяного актива. В первом случае это возможность для коррекции котировок. В том случае, если соглашение все-таки будет расторгнуто, то цены на нефть смогут вернуться к растущей динамике. Медведи на рынке присутствуют. Мы видим то, что они сопротивляются явно. Не очень хочется пускать в рент выше 75, но пока не будет этого фактического решения. Будем рассчитывать на то, что Трамп в этот раз не станет раскачивать финансовые рынки и все же примет то решение, которое, наверное, нужно принять в свете столь важного и стратегического вопроса. Это сохранить в силе эту сделку и, соответственно, не вводить санкции против Ирана. Поэтому, друзья, до 12 мая мы будем говорить с вами о наличии потенциала для роста нефтяного актива. Ну и в большем случае будем рассчитывать на то, что этот потенциал так и не реализуется и позволит нам все-таки уже вернуться к нисходящей тенденции. Сегодня в 20.00 по московскому времени Baker Hughes отчет по количеству нефтяных терминалов. По идее, важная статистика, но, собственно, последние недели явно доказывают нам, что рынок несколько колл относится к статистике. Она, по сути, его не интересует, поскольку есть более интересная тема, которую сейчас с охотой обсуждают все. Ну, о ней мы уже, собственно, поговорили. Рубль 63.03. Думаю, что не будем останавливаться на рубле, поскольку уже все ясно с учетом текущих цен на нефть и с учетом общего позиционирования по рублю, где, в принципе, его нужно ожидать. Я надеюсь, что никто из вас не умудрился в последнее время поставить на укрепление курса российского валютного актива. Ну, возможно, это сделали те, кто рассчитывает увидеть по бренду 100 долларов за баррель. Но я не отношусь к столь, скажем, небольшому лагерю сверхоптимистов. Я считаю то, что нефтянка с большой вероятностью уж точно, с учетом текущих котировок, в самом ближайшее время назовет коррекционную динамику рубль, придется уже удерживать выше 65. Доллар, японская иена, заседание ФРС позади. Мы вчера обсуждали, что оно не стало каким-то откровением действительно для рынка. Ставка фактически точно такая же, как и прогнозировалось, и планировалось. Мы не думали, что ее изменят. В принципе, ставки не меняют, когда за решением не следует пресс-конференции. В связи с этим я предположил, что, скорее всего, уже заседание 13 июня, которое состоится, оно будет результативным, потому что после решения поставки будет выступать Жером Павлов. Из-за важных комментариев, которые мы все же услышали, так это то, что, я думаю, это тоже не для кого не новость, поскольку основные тезисы не меняются, потому что американская экономика восстанавливается, риск остается запланированным, и плац постепенно будет смещаться к целевому уровню в 2%. Друзья, здесь важно отметить, что многие считают, что именно заседание ФРС стало причиной того ослабления курса доллара, который мы наблюдаем в закрытии торговой сессии среды. Но можно объяснить это только тем, что многие рассчитывали получить какую-то конкретику, либо конкретное заявление о планах ФРС по поводу изменения процентных ставок. И поскольку этой конкретики не было, разумеется, трейдеры разочарованы и решили американскую валюту скинуть все. Особой логики здесь нет, потому что в целом протоколы, точнее тезисы заседания американского регулятора, они не позволяют нам говорить о том, что ФРС не будет торопиться с повышением процентной ставки. И, в принципе, мы помним, почему ужесточение политики важно для американского регулятора, потому что ФРС пытается противостоять уже рискам перегрева экономики. И согласитесь, что на фоне последних макроэкономических отчетов, я думаю, что уверенность в таком подходе, она не только не снизилась, а только возросла. Статистика не подводит, вот целый блок отчета вчера вышел, заявленный пособие по безработице 211 209, производительность труда, которая продолжает расти уже, которая в месяц подряд на целых 70% с 0,3. Производственные заказы на очень высоком уровне 1,6% и индекс активности в сфере услуг АСМ. Здесь тоже сплошной позитив 56,8, гораздо выше 50, как вы помните, для индикаторов и стекторов, которые анализируются через, скажем, призму этой статистики. Уровень 50 – это пограничный рубеж, который отделяет восстановление от спада. Поэтому что ни день, то поддержка фундаментальная для долларов. Ну и, отвечая на вопрос, что же все-таки в большей степени сейчас влияет на американца, и почему он не нашел достаточной силы, чтобы перевалить за 110, скажем, иен против доллара, то есть по паре доллар-японская иена. Я думаю, друзья, то, что основная причина – это очень высокой степени определенности того, как пройдут переговоры между США, собственно, и Китаем. Собственно, вчера делегация Трампа во главе со Стивеном Манучиным, который является министром финансов Соединенных Штатов Америки, прибыл в Китай. Сегодня, соответственно, пройдут переговоры, и в течение дня, до выхода «Нонфармфлэйлс», мы будем крайне внимательно следить за новостным фондом, потому что заявления могут прийти на рынок, и эти заявления повлияют на финансовые площадки. Безусловно, на все сегменты рынков, на рынок Форекс, на фондовые активы, на рынок производных инструментов, потому что иного не дано. Это очень серьезное событие. Мы очень долго говорили о том, почему доллар не может вырасти, почему трейдеры идут в защиту. Мы говорили об этом тогда, когда нарастала угроза развязывания полноценной торговой войны. Сейчас неизвестно, удастся ли найти компромисс, хотя лично я абсолютно уверен в том, что и США, и Китай прекрасно понимают, что отсутствие желания идти на взаимные уступки, отсутствие готовности, скажем, принимать компромиссные решения, это может усугубить отношения между государствами. И я даже больше скажу, друзья, то, что некоторые действия, которые мы видели со стороны администрации Трампа в последние недели, они явно указывают на то, что США не очень-то сейчас склонны к тому, чтобы усиливать эту конфронтацию, которая касается вопросов внешней политики. Собственно, США достигли соглашения с Японией, регулировали там показатели спроса и импорта. Соединенные Штаты Америки приняли решение продлить действия не введения, скажем, в силу тех импортных тарифов, которые были обозначены Трампом. Ну, это в основном сопоставить, конечно же, на союзниках США. И, возможно, переговоры действительно пройдут успешно. Стороны договорятся, США и Китай пойдут на взаимные уступки. Я думаю, то, что Китай согласится покупать больше нефти, в принципе, ничего не стоит. Это разгрузит определенную диспропорцию между экспортом и импортом. Вы помните, что основная львиная, даже часть, дефицит торгового баланса США на вас приходится на Поднебесную. Поэтому я рассчитываю на то, что в течение этого дня мы получим все же позитивные комментарии. И эти позитивные комментарии основа повысит спрос на доллар. Позволит ему приблизиться к показателю по ценовым уровням в 110 иен. Позволит окрепнуть доль всего широкого рынка, оказать давление больше на, соответственно, европейскую валюту, на канадцы, на австралийцы, на новозеландцы и так далее. Но основной все-таки катализатор у нас будет позже, в год 15-30 по московскому времени, когда будут опубликованы данные по количеству новых рабочих мест. Я уже в двух словах сказал, что лучше ориентироваться на динамику роста заработных плат и полагаю, что эта статистика не подведет. Чем лучше сегодня выйдут данные, тем больше вероятность того, что 13 июня торрец поднимет процентные ставки. И тем больше будет шансов на то, что помимо июньского повышения процентной ставки, мы до конца этого года будем наблюдать еще за двумя аналогичными шагами. У доллара есть условия, чтобы вернуться к остующему тренду. Доллар, скорее всего, будет опираться на дальнейшее восстановление и возобновление роста доходности тренеры. Самое главное сейчас получить позитив по переговорам США и Китая. И самое главное, чтобы статистика была максимально по факту сегодня приближена к прогнозам. Ну или, по крайней мере, не очень сильно выбивалась от тех данных, которые мы получили от частного агентства DP в эту среду. Поэтому, друзья, доллар и иена у нас пара, которую мы рассматриваем только с точки зрения покупок. Ждем еще больше позитив и закрепление пары выше 110. Евро против доллара. Я уже отметил то, что худшие времена для европейской валюты действительно еще впереди. Потому что мы вчера привели несколько доводов, разобрали, точнее, аргументов, почему европейская валюта будет испытывать прессинг со стороны доллара. Самый главный, возможно, из них это контраст, политика, которая становится все более и более очевидным. И вчера, собственно, вышли данные по индексу потребительских цен, которые еще больше убедили всех в том, что ИЦБ не то чтобы до конца 2018 года вообще не подумает рассмотреть возможность сворачивания программы количественного смягчения и роста процентных ставок. Ну и, возможно, миллионы раз подумать, стоит ли это делать в 2019 году. Индекс потребительских цен, в данном выражении, снизится с 1,3 до 1,2 процента. Базовая инфляция здесь и вовсе хуже и придумать нельзя. Целых 0,7 процента с 1. У нас есть слабый темп экономического восстановления. Это отчет, который был опубликован пару дней назад. У нас есть низкая инфляция, у нас есть комментарии экономистов и главного из них Питера Пратта о том, что инфляция остается сдержанной, поэтому экономические стимуны по-прежнему необходимы. Я думаю, что очень скоро на усиление этому фундаменту придут еще и заявления Драги о том, что политика будет оставаться мягкой. Поэтому предлагаю присоединиться лишь к тренду нисходящему, как мы это уже давно сделали, и ждать европейскую валюту против доллара примерно в диапазоне 1,15-1,17. Вероятность для еще более, скажем, глубокой коррекции сейчас существенно возросла. Если сегодня по итогам дня мы еще и получим сильные отчеты по Штатам, получим еще один долг, почему американская валюта должна расти, тогда с европейской валютой, на мой взгляд, все уже будет так и ясно. Доллар, канадец, восьмой день подряд у нас узкий диапазон 1,28-1,29. Это прям раздолье для технарей, которые торгуют от уровней беспроигрышной сделки. Как только пара приближается к отметке 1,28, покупаем с целью 1,29, наоборот, на этом уровне продаем уже с ориентированной отметки 1,28. Но вы понимаете, что долго это продолжаться не будет. Доллар, канадец ищет достаточно триггер. Этих триггеров может быть несколько. Это повышение, точнее даже не будем говорить сейчас о повышении. Это разговоры о том, что произойдет с монетарной политикой, с процентными ставками. И эту тему мы пока убираем в запас, потому что на этой неделе у нас нет возможности вернуться к этому, потому что нет действительно сильных отчетов, которые позволили бы нам снова переоценить шансы на то, что будет с монетарной политикой Канады. Но вот на следующей неделе мы к этому вернемся, потому что на следующей неделе у нас рынок труда Канады. И он также напрямую влияет на инфляцию, соответственно, на решение Банка Канады по процентным ставкам. Поэтому остается два триггера. Это либо ситуация и движение мощное по доллару, либо мощное движение по нефти. По нефтянке рынок тоже пока зажат в узком диапазоне, поэтому по методам исключения у нас аргумент один доллар. И сегодня мы как раз ждем non-farm barrels. Поэтому при выходе сильных данных укрепление позиции доллара может стать причиной выхода пары из вот этого указанного диапазона. И причиной того, что пара снова пойдет на отметку 1.30. Друзья, длинные позиции сохраняем. Я думаю, что другого сценария сейчас и вовсе рассматривать не нужно. Кстати, если вы обращаете внимание на технический анализ, можете посмотреть на дневках. Там очень мощная фигура, перевернутая голова и плечи. Я сегодня посмотрел, как отрабатывались, в частности, в этой валютной паре данный технический паттерн. И процент организации очень высок. И на таком длительном таймфрейме, широком, как дневки, я думаю, что это еще один сигнал того, что к этому индикатору нужно сейчас присмотреться в расчете на то, что отработка информации тоже не заставится долго ждать. Поэтому еще и с точки зрения техники ждем, чтобы пара доллара канадится, продолжит развитие восходящей динамики. И пару слов про фонд, который, условно, тоже остается одним из самых востребованных сейчас активов для спекуляций. Особенно актив этот начинают покупать сейчас на фоне тех распродаж, которые произошли за последние две недели. Они стали просто необъяснимыми с точки зрения динамики, но практически тысячи пунктов. Причем никаких мощных, стоящих комментариев со стороны руководства не было. Да и, в принципе, рынок до сих пор допускает, продолжает допускать, что Банк Англии может провысить процентные ставки. Вчера у нас был индекс активности в сфере услуг 52,8 против прогноза 53,5. Я думаю, что здесь нужно признать, что показатель, так же, как по статистике США, выше 50 – это позитив. Это хороший сигнал для покупателей британской валюты, потому что сфера услуг – это 80% всего экономического роста. Это хороший отчет, который вышел за буквально несколько дней до заседания Банка Англии. Оно состоится уже на следующей неделе и, возможно, станет центральным событием всей пятидневки. Мы будем за ним следить, потому что активно спекулируем британская валюта. И у меня, я уже отмечал, небольшой запас прочности по сделке еще сохраняется. Я делаю большую ставку, возлагая надеждой на то, что Банк Англии все же осознает необходимость действий прямо сейчас, по росту процентных ставок, а поскольку в противном случае мы вернемся к тем же самым проблемам, о которых говорили – это рост инфляции и недостаточные темпы прироста заработных планов. Кстати, до заседания Банка Англии на следующей неделе у нас будет с вами возможность проанализировать отчет по инфляции. И если на потребительских ценах кажется выше, чем в прошлое значение, но я думаю, что британская валюта еще до фактических решений по процентной ставке, до комментариев, до заявлений Банка Англии, то есть до Хачерверга, сможет показать довольно серьезное восстановление. На него я также сейчас ориентируюсь и делаю большую ставку. Австралийцы и Новозеландец в связи с ожиданием роста доллара будут оставаться под давлением. Цель и уровень я обозначал уже, собственно, ниже 0.70, ждем, новозеландцы, и ниже 0.75 австралийцы. И по золоту, я думаю, друзья, сегодня хорошая возможность понаблюдать за котировками ниже 1300 долларов за тройскую омсу. Аргументация та же самая, расчет на сильную статистику по штатам, рост доллара и соответствующее давление на весь рынок для ценных металлов. Резюмируем еще по важным событиям. В 15.30 все данные по рамку труда. В течение дня нас ждут выступления Уайдмана, представителей ФРС Дадли и Вильямса. И замыкать день будет отсчет по нефтянке, количеству нефтяных терминалов Бейкер-Хьюзов в 20.00 по московскому времени. Итоги всех этих событий и того, как поведет себя рынок в итоге, в плане реакции, мы нас с вами обязательно разберем уже в понедельник в 9.30 по московскому времени, как и всегда в прямом эфире через перископ. Если до этого будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их на нашем канале на YouTube. Я с большим удовольствием на них отвечу. Остается пожелать вам только хорошего закрытия недели, профита, ну и, разумеется, традиционно замечательного выхода. Самое главное, чтобы вы в понедельник с хорошим настроением вернулись на финансовый рынок, потому что настрой психологический – это уже половина, скажем, важного дела и основы, которые вообще нужно иметь, прежде чем начинать заниматься тренингом. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»